Друзья, я уверен, что в нашем шоу вы убеждаетесь, что действительно возможно всё. И это с лёгкостью доказала уже на кастингах участница, которая выйдет на нашу сцену прямо сейчас. Вы знаете, ей всего 10, но она играет на фортепиано так, что ей позавидуют многие профессионалы взрослые. Давайте посмотрим. Мама всегда говорит, что когда ешь что-то первый раз в год, то ты должен заказывать ревелание. Я заказывала, чтобы вся моя семья была здоровой, и у нас всё было хорошо. Иногда после занятий мы с мамой смотрим фильмы вечером. Иногда, когда у меня какие-то перерывы, меня всегда моя сестра просит с ней поиграть. Так, это будет 20, 60, 100, стой, ну, 110 сантиметров. Она очень похожа на своего отца, очень. Когда мы делали капусту солёную, вот, я капусту закладывала в банку, потому что папа была рука толстая, у него не помещалась она в банку. У меня была маленькая, вот, и я её как бы проталкивала вниз, вот, а потом закручивала. Папа умер полтора года назад. Недели через две-три у неё был большой концерт, и она играла три части концерта с оркестром. Мы утром садимся репетировать, она не может играть, совсем не может играть. То есть она не помнит текст, просто руки не стоят на клавиатуре. А вечером концерт. Ну, с папой, как всегда. Ну, потому что папа был мне родным человеком, наверное, самым родным, и он всегда поддерживал, ходил на концерты, не знаю, поздравлял. Он не грустил, он всегда ходил, ходил, ну, как бы всем поднять настроение. То есть он, ну, он был светлым человеком. У меня много побед, и я, ну, не сомневаюсь, что это благодаря, как бы, тоже ему, вот, и что я его очень люблю, и знаю, что он всегда рядом. КРИСТИНА МИХАИЛИЧЕНКО 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ты не ударила по рукам? Нет. Боже, какие умнички. А, где терпение? Для того, чтобы выхватить так детей. Слава. Ну, для этого нужен талант, ты понимаешь? Видимо, талант у педагога есть. Прекрасное выступление. Спасибо большое. Я говорю спасибо сейчас не только за то, что у тебя так хорошо получилось, но и за то, что ты помогаешь нашему проекту, а значит, нашему зрителю немножечко расти. Это тоже очень важно. Не знаю, насколько ты это понимаешь, но все-таки наш проект — это шоу-проект. И попадание в прямые эфиры человека с классическим материалом — это всегда было сложно. Сейчас я пытаюсь, Игорь Васильевич, вернуть на 8 лет назад. И представь себе, в прямом эфире первого сезона появляется человек, который играет классическую музыку. Мне кажется, это нереально было тогда. Для действительно не разумеет. Не поняли. То есть за энное количество лет к нам приходят разные талантливые ребята, которые по чуть-чуть продвигают такой непопулярный жанр. Мне кажется, Евген Хмаром был первым, кто повернул глядачев до игры на фортепиале. Сегодня у нас детский проект. И, конечно, когда я в прямом эфире вижу прекрасную девушку, которая играет так замечательно. Ее поддерживает замечательный оркестр. И это так красиво, это так торжественно, это так важно для всех нас, не только для тебя. Поэтому я сегодня искренне тебе желаю большой удачи, чтобы зритель голосовал, чтобы он показал так же, что он тоже растет. Потому что это тоже важно, чтобы наш зритель рос, и чтобы у нас побольше классического материала появлялось, чтобы мы взрослели и знали не только столицы мира, но и классический материал. Ну и, конечно же, я уверена, что сегодня все твои близкие с тобой, включая папочку. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо, Дидио. Прошу. Я думаю, что твой тату зараз на небе болевает за тебя и тишится, что у него такая хорошая, талановитая донечка Христинка. А сейчас я хочу, чтобы вы мне показали крупным планом. Я хочу обратиться к своему клавишнику Юлика. Юлик. Ой, как надо играть. Юлик, я знаю, что ты сейчас смотришь, Украина имеет талант, прямой эфир. Христине 10 лет. А тебе сколько? Юлик, а? А, я сейчас постараюсь договориться за 10 уроков. Христинка, можно, чтобы Юлик походил до тебя на уроки? Можно. 10 уроков, хорошо? Хорошо. Он рассчитывается. Хорошо. Если он будет нечемный, ты будешь бить его по руках. Я позволю. А в принципе, он очень чемный. Юлик, я пришел. Пришел с Христиной, ты будешь заниматься 10 уроков. Христинка, ты молодец. Еще на выборных турах ты мне очень понравился, потому что ты имеешь характер. Не просто играешь ревни ноты, а ты имеешь характер, ты имеешь акценты. Люблю тебя, ты талантливая. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Христина, ты услышала огромное количество приятных слов от наших судей. Но я хочу напомнить, уважаемые телезрители, сегодня все решаете только вы. Поэтому прямо сейчас запоминайте номер телефона, по которому вы сможете Христину поддержать. 0900-906-003. Либо отправляйте смс-сообщение с кодом 3 на номер 3399. В который раз хочу напомнить, что телефонные линии для голосования будут открыты только после того, как все участники выступят на этой сцене. Христина, ты действительно умничка. Я очень хочу верить, что сегодня зрители тебя поддержат. Мне кажется, ты достойна быть в финале. Аплодисменты нашего зала сейчас специально для тебя. Это была Христина Михайличенко. Редактор субтитров А.Семкин